Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи мы говорили о Достоевском, ввиду того, что этот год юбилейный, 200 лет со дня его рождения. Захотелось поговорить еще об одном писателе. Писатель, к сожалению, забытый как писатель, недооцененный как писатель. Писатель разносторонний, потому что он не только писатель. Это и этнограф, и археолог, и театровед, и литературовед. Человек, который фактически почти повторил, ну, такой подвиг, биографический подвиг отца Павла Флоренского, которого тоже называли русским, Леонардо да Винчи. Поговорить захотелось о Сергее Николаевичу Дурылине. Готов поспорить, что сейчас, когда я произнес эту фамилию, многие либо полезли в Яндекс, либо в Гугл, потому что, скорее всего, фамилию эту вряд ли слышали. Те, кто целенаправленно не занимается филологией, и кто не занимается конкретно Сергеем Николаевичем Дурылиным. Нам повезло. Сегодня в студии у нас тот человек, который и, а, занимался конкретно Сергеем Николаевичем Дурылиным, и который является профессиональным филологом. Сегодня у нас в гостях вновь Екатерина Александровича Пальдина, преподаватель Самарской духовной семинарии, кандидат филологических наук. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте, Сергей, и рада приветствовать вас, дорогие телеведрители. Признаюсь честно, может быть, это даже будет покаяние, потому что Сергея Николаевича Дурылина я тоже открыл для себя относительно недавно. Есть, был, вернее, такой замечательный проект поэта ему за Серебряного века, который вел наш с вами земляк Валерий Бондаренко. И вот две передачи было посвящено ему. В свое время я их посмотрел, посмотрел, чему-то удивился, действительно восхитился, тем более, что Валерий Бондаренко умеет преподнести информацию, такую, которую не найдешь ни в Википедии, ни где-то еще. Ну и, в общем, тоже забыл об этом. Как бы вот на уровне двух передач удивился и все. Потом через некоторое время меня нашла вот эта вот книга, «Сергей Дурылин в родном углу». Это книга мемуаров. Ее мне подарил, кстати говоря, тоже Валерий Бондаренко. А потом, когда мы вдруг познакомились с вами, вы сказали, что вы прямо занимаетесь Сергеем Николаевичем, его творчеством. И я, насколько понимаю, кандидатская была написана именно по нему. И, как мы с вами выяснили незадолго до нашей встречи, вас многие отговаривали, намекая на то, что это так себе писатель. Давайте вот поговорим, познакомим наших зрителей, которые наверняка слышат эту фамилию впервые, с этим Сережей Тишайшим, как его называли в гимназии, с его личностью, который стал на закате собственной жизни, незадолго до смерти, стал священником в 1919 году, насколько мне память не изменяет. Целебатом был рукоположен в Троице Сергея Лаврия. Для тех, кто в истории немножечко понимает, это вообще-то вызов в 1919 году, когда уже гремит революция, брать и рукополагаться. Обычно поступали несколько иначе. Первый мой вопрос. Почему Дурылин? Почему не кто-то другой? Да. Как вы правильно отец Сергей заметили, личность открывающаяся только и действительно незаслуженно забытая. Можно сказать, что где-то с начала 2000-х уже разрабатываются различные научные исследования, связанные с Дурылиным, и предпринимаются активные попытки издания его собрания, сочинения на данный момент. Ведется достаточно интенсивная работа в его доме-усадьбе в Болошево подмосковном. И вот обращение к чему-то давно забытому, но на самом деле близкому нам, так сказать, по духу, по ценностям, я думаю, меня и подвигло для того, чтобы открыть для себя Дурылина более близко. Ну, сразу скажу, что не только им я занималась, до этого вообще русская классика меня привлекала. И вот далее, в 20 веке, хотелось бы узнать для себя, а вот есть ли люди, которые продолжают эту некую традицию, не только в плане художественного языка, а именно вот в плане ценностном. Сохраняется ли где-то вот эта вот структура мира, твердая, да, дозовем так, древолюционная, да, когда Бог все-таки на первом месте. Да, есть такие люди, вот как раз Сергей Николаевич Дурулин один из них. А как вы вообще на него набрели? Это, в общем-то, конечно, помощь людей, сведущих в этом. И намного больше, чем я. Кинодюрич Карпенко, профессор Самарского университета, тоже эту мысль подал. И это меня особо заинтересовало. Ну, в дальнейшем было понятно, что это ситуация, которая происходит при нас. То есть мы открываем это сейчас. И вот быть участником этого еще более интересно. Потому что, понятное дело, много написано о Толстом, о Достоевском. Да, мы прикасаемся к этому, это прекрасно. Но вот когда происходит ситуация возвращения кого-то в литературное пространство при тебе, это, наверное, еще более трепетно, что ли. И вот буквально тоже недавно, месяц назад буквально, докторская диссертация первая, тоже подоролена, была защищена Елена Александрова Коршуновой в МГУ. Ну, то есть вот идет процесс при нас. И я думаю, шагать в новую со временем не в плане только, знаете, такой базовой, что ли, актуальности, да, когда мы должны читать только, что, собственно, выходит сейчас там, публикуется в соцсетях, да, понятно, да, это вещи, которые там сгорают, и сегодня вы об этом помните, а завтра вы забыли. И, в принципе, ничего не изменилось. А есть вещи, которые забыли, но без которых нельзя прожить. И я думаю, вот как раз личность Дурелина об этом. Давайте, опять же, ввиду того, что времени у нас не очень много, попытаемся... Вот Екатерина Александровна, молодой ученый, исследователь творчества и биографии, и личности Сергея Николаевича Дурелина. Какие мы бы назвали ну, такими широкими мазками, чтобы описать хоть какой-то путь, да, у человека, потому что пока он звучит как некая абстракция для большинства. Какие факты биографии для вас кажутся самыми удивительными, такими, что вот они лучше всего описывают и говорят о нем. Какие, может быть, события, слова, столкновения? Вот мне в свое время поразило, что Борис Пастернак, его и ученик, и друг, ему, который находился в каторге, на каторге, прислал сборник своих стихотворений с подписью «Человеку, мизинца которого я не достоин». Ну, к вопросу Пастернак, который мастодонт и глыба, вот, и такая фраза, ну, ярко описывает Сергея Николаевича Дурыльина, хотя можно его и даже до конца и не знать его биографии. Вот для Екатерины Александровны, какие такие вот важнейшие, интереснейшие или ярчайшие события, факты его биографии восхитили? Да, вот как раз к вопросу о цитате, которую вы провели, Пастернак такое может говорить, не только вот в плане того, что он признает, такое литературное превосходство Дурылина, а в первую очередь говорит о Дурыльне как о человеке, о личности. И вот это меня еще более привлекает. То есть, когда ты занимаешься каким-либо текстом, очень хочется понимать, с кем ты имеешь дело еще и в биографическом плане. И вот как раз Дурыльин тот человек, вы правильно его назвали, схожим с отцом Павлом Флоренским, который тоже был разностороннейшей личностью, вот у него такое же разнонаправленное поле деятельности. То есть, вот такие люди, можно сказать, возрожденческого масштаба, меня всегда привлекали. Самой в детстве даже хотел заниматься многими вещами одновременно. И вот, собственно, Сергей Николаевич это и делает. И вот, если вот так вот условно какие-то вехи выделить, в 1910-е годы для Дурылина это и поиск собственного слова, и своего, скажем так, мировоззрения. И вот здесь он занимается максимально всяхматно всем, чем возможно. Ну, если какие-то иллюстрации привести, он состоит и в символистском кружке Сердарда и Мусагет. При этом он является некоторое время секретарем общества памяти Владимира Соловьева и общается с лучшими представителями русского религиозного ренессанса. Да, ну тут надо понять. Бердяев, Розанов, Мережковский, ну, в общем, и так далее. То есть мы тут можем не одно имя называть. Да, то есть там, в общем-то, целый список. Причем не только философы, да, это и люди искусства в том числе. Например, Нестеров был его другом. И, как показывают более поздние свидетельства, дочь Нестерова считал Дурылина последнего своим духовным отцом. Ну, в общем-то, можно много примеров дальше привозить. Максимилиан Волошин просит открывать его выставку, когда она проходит. И при этом одновременно Дурылин может состоять в ячейке эсеров. Вот, то есть быть аэсеры, ну, чтобы, опять же, для тех, кто не совсем в истории сведущий или помнит, это одна из боевых революционных организаций. То есть это не просто там манифестики, пишущие люди. Это идущие до конца и, может быть, даже до крови. Переживают опыт, ну, время атеизма, вот, когда он отказывается. И, собственно, книга его и начинается, фактически, с воспоминания о маме, которая яро молится о нем, опять же, как об Августине, молилась его мама Моника, чтобы тот обрел веру. То есть вот тоже это какие-то люди каких-то безумных плюсов. То есть их швыряет вот так. Он может быть в кружке Новоселова, такой консервативный, православный кружок, ну, фактически пуританское братство такое. И тут же он может поддерживать беседу с Белым, с Блоком, еще как-то. Да, то есть и везде он, если не свой, то, по крайней мере, его, он понимает, о чем они все там говорят. То есть это невероятные широты, всеохватности, эрудиции человек был. Еще, может быть, что-то. Да, ну, еще интересный момент. Он окончил Московский археологический институт, то есть он еще у нас и археолог, и предпринимал ряд путешествий по Русскому Северу и Старобряческому Заволжью, и интересовался традициями народного православия не случайно. То есть человек, который ищет, какие же можно дать ответы современному искусству, современному человеку, чего не хватает русскому человеку, как вот эту почву под ногами-то ему вернуть. И, кстати, вот эти попытки, да, увлечения народничеством, оттуда же были. То есть, в принципе, все писатели, многие знаменитые люди, как мы знаем, проходят вот время испытаний, когда почва из-под ног уходит. И у Дурылина это тоже было, но он возвращает эту почву, в том числе через воспоминания о народной жизни, о жизни своей семьи. И вот как раз мемуары его об этом свидетельствуют. Правильно привели пример его матери, которая никогда его не учила напрямую. Такой, я думаю, важнейший момент педагогики. Кстати, Дурылин тоже был изрядным педагогом и увлекался мыслями Толстого, да, вот в этом плане. Интересен был. Он понимает, что вот как раз это тихое учительство, неучительное, устраняет этот знаменитый конфликт между отцами и детьми. Потому что, ну, что стоило матери запретить, да, отстраниться, устроить скандал, заломить ручки, и началось. Причем ему. Хороший момент. Или, например, как у нас, ну, в современном мире происходит, там, ребенок лазит в ТикТоке, родители подошли и вырвали смартфон, началась перепалка, ну, и так далее. Здесь могло быть то же самое, только вот речь идет об увлечении некоторыми идеями, то есть уже уровень, скажем так, повыше. И как раз-таки вот это вот тихая, тихий вопль матери, да, к Богу, он его и возвращает обратно. То есть он разочаровывается в этих идеях не в том, что ему запретили, да, потому что он это понимает вот через некий личный опыт. И насколько я понимаю, именно смерть ее, вот если мы когда говорили про Достоевского каторга и расстрел, то для Дурылина это смерть матери может считаться таким водоразделом, потому что с матерью-то у него были настолько тесные, теплые отношения, что, ну, это вот только до тех пор, пока есть человек, который собирает твой быт, ты его особо не замечаешь. Но как только человек умирает, ты понимаешь, что вот все, теперь весь быт и все разрушилось. В этом смысле, мне кажется, удивительное название книги, потому что оно разнится, есть в родном углу, есть в своем углу, но это поиск своего угла, который вызван тем, что вдруг исчез некий центр его собирающий. И не только, конечно, смерть конкретной, в данном случае матери, это производит Дурылина особое впечатление, это вообще потеря дома в принципе 20 веком, как таковым, да, то есть вот некое ощущение бездомности. И эта мысль есть и у многих писателей 20 века, не только у Дурылина, и в воспоминаниях, например, о павших листьях розного, вот ощущение какой-то непрекаянности человека, отсутствие пристани, что ли, да, тихой вот этой, и попытки ее найти, да, вот они есть в 20 веке в целом. В этом при этом человек, когда стоял перед выбором уезжать из России, у него были возможности уехать из России, он в ней остался и сказал, что никаким другим воздухом, кроме как русским, я дышать не могу. Это вообще удивительная вещь, удивительная история, потрясающая. И при этом, при всем, вот цитата, я ее относительно недавно и в соцсетях у себя разместил, как он себя оценивает, как он себя называет, что я, говорит, недомерок. Есть люди недомерочные, есть 36 размер, 37 размер, а есть нечто вот посерединке, вот я такой вот недомерок. Меня всю мою жизнь окружали недомерочные люди, но большие, да, то есть они всегда были больших размеров, которых не существует в природе, и эти люди меня восхищали тем, что они сшили одежду на себя сами. Тот же Розанов, тот же Нестеров, он глядел на них, и вот эта их величина, эта их недомерочная, как сказать, большая недомерочность, да, вот, она его всегда восхищала, и это удивительное смирение. При этом многие воспоминают о Дурылине как о человеке тишайшем. Вот все-таки и у вас, по-моему, было обозначено, когда мы с вами говорили, договаривались о встрече, посвященной Дурылине, вы обозначили тему, как именно тихое творчество Дурылина. Почему тишина? Почему для него столь важна тишина, и как он эту тишину искал и реализовывал в своей жизни? Да, действительно, это некое другое творчество, если брать представление современного читателя о том, как мы привыкли видеть литературу. Я имею в виду современную, например, массовую. Это некие скандалы, фиар, да, попытка получить побольше отзывов, да, лайков, скажем. Здесь ситуация совершенно противоположная. Поэтому, наверное, у Дурылина-то и не было такой цели оставить о себе след, как о великом человеке. Если бы эта цель была, то перед нами был бы, собственно, уже не сам Дурылин. Так вот, это тихое творчество есть для него, наверное, скажем так, естественное бытие. Что это такое тихое творчество? То есть, вот помимо того, что искание славы, там, какого-то самопиара, тишина ведь еще о чем-то другом говорит. Да, да. Это, кстати говоря, ну, вот вопрос, которым бы я хотел сегодня закончить, ну, хорошо, что мы сейчас к нему подошли, может быть, вот все вместе мы сейчас это и осветим. Ведь современный человек очень не любит тишину. Конечно. Современное общество это общество тишинофобов и шумоголиков. Вот. Мы очень не любим остаться в полной, тотальной, не сдающей ничего тишине. И вот в этом вопрос, нужен ли Дурылин современному читателю вообще? Да, современный человек... Что такое тихое творчество и нужна ли тишина современному человеку? Как раз тишины современный человек не случайно боится, потому что останься ты наедине с собой, надо же что-то осмыслить и начать над собой работать, остановиться, оглянуться вокруг. А дальше что должно произойти? Правильно, ужаснуться. Это делать не хочется, менять, собственно говоря, что-либо в себе тоже. Поэтому вот такие люди, как напоминание, что ли, о том, что надо остановиться и задуматься, могут быть и неприятны. То есть мы не можем сказать о том, что современный читатель испытает наслаждение при чтении творчества Дурылина и, в общем-то, будет поддерживать какие-то там свои взгляды, связанные с удовлетворением базисных потребностей, гедонизм в чистом виде. Такого там нет, мы не найдем. Вот если читатель решит увидеть в жизни, что есть что-то другое, и сознательно захочет заглянуть и поработать над собой, вот да, тогда Дурылин поможет. Он будет уместен. А когда человек этого сам не захочет, то, в общем-то, я думаю, тихое творчество не будет услышано. Это, знаете, то же самое, как, например, кто-то шепчет, да, в комнате шумной, и ты, ну, при желании даже не сможешь расслышать, что тоже этот человек говорит. И вот это вот представление о тишине во многом как о христианской категории можно увидеть в творчестве писателя. Мы не случайно сказали о том, что он окончил Московский археологический институт и вот попытки путешествий таких вот предпринимал. И выделил на тот момент и популяризировал идеи о Граде Китеже как о основании русской культуры. Вот неком сокрытом, тайном месте, да, где обитает как раз эта тишина Христова, и которой нужно только узреть чистым сердцем. И вот эти паломничества на Светлояр, которые в то время, в принципе, были актуальны, для Дурылина особое значение имели не в плане того, что там надо найти новый Граль, да, а вот как раз-таки прислушаться к тишине своего сердца, да. И вот здесь, конечно, актуально, наверное, вспомнить опыт Ихихии, да, который для православного Востока очень актуален. И он просачивается в тексты писателя, при внимательном прочтении это можно увидеть, такое вот слушание или слышание, например, в романе «Хроники колокола» в конце, когда эти глашатые божьи скинуты уже на дно озера, оттуда оказывается идет неутомимый звон, который только избранные слышат, чистые сердца. Там, юродивые, блаженные некоторые девушки, которые пришли к озеру. Вот, да, вот этим и занимается, в принципе, в своем творчестве сам Дурылин и предлагает это делать читателю. Другой вопрос, да, захочет ли читатель это выбрать? Вот, хочет ли он искать тишины сознательно, потому что, опять же, какие-либо отказы, да, от собственных желаний это принесет, да, может быть, попытки изменить свою собственную жизнь, пересмотреть что-то в современном мире. Это, опять же, вещь, которую человек должен прожить, а не вот... Правильно ли я понимаю, что вы тоже культивируете внутреннюю тишину вслед за исследуемым вами Дурылиным? Да, ну, наверное, я не могу сказать, что я конкретно вообще культивирую какое-то направление, да, в своей жизни, или там какой-то постулат вывела, знаете, так, вывела, и хожу с ним и культивирую. Манифест. С дощечкой так, да, услышите меня? Нет, я думаю просто, что вот такой путь, который он выбрал, он, наверное, более естественный и соприроден человеку, что ли. Несмотря на то, что нам кажется, что вот шум, вроде бы, и гам, да, более понятен, да, и, не знаю, там, с детства нам знаком, да. На самом деле человек-то ищет не этого, то есть вот в минуты, да, каких-то, не знаю, там, поразрений, отдохновений мы все равно хотим, ну, какого-то, я не знаю, уединения тишины. Вот если бы я попросил Екатерину Александровну в двух-трех предложениях объяснить современному человеку, можно на основе творчества Дурылина, можно просто вот, исходя из того, что вы для себя его творчество открыли, открыли его именно как тихое, объяснить, зачем современному человеку тишина. Вот для чего она вообще нужна? Ну, прекрасно же, когда шумит телевизор, не знаю, орет магнитофон, там, звенит телефон, все издает звук, пусть даже не какофония, пусть даже будет симфония. Ну, прекрасно же жить вот в полифонии. Зачем тишина современному человеку? Ну, тут понятно, что это не полное безмолвие, да, то есть очень важный момент, то есть принято считать, что тишина, это когда все молчат, и ты тоже молчишь, и так плохо, заговорите кто-нибудь, да, невозможно уже слушать эту тишину. Нет. Тут это как раз тишина, сейчас будет такой странный момент, да, это некий внутренний диалог, на самом-то деле. И вот услышать себя и свой вот этот вот диалог, да, там, с некими высшими ценностями, да, которые есть, можно как раз во время вот этих коротких минут отдохновения. А как еще это сделать, да, при громком пути, это редко удается. Да, есть люди, которые могут хранить это в себе постоянно, да, 24 на 7, и, я думаю, это святые, да, то есть это уже, как бы, скажем так, высший пилотаж. Мы только пытаемся как-то, да, хоть какую-то минуту там выделить себе. Вот, наверное, я бы сказала за этим, да, чтобы услышать себя, потому что мы себя зачастую не слышим. Мы думаем, что мы слышим себя, да, я хочу и так далее, да. Ну, в общем, вся массовая культура об этом, да, о хотениях там предлагает. Но на самом деле, когда вдруг в эту минуту тишины, мы себе зададим вопрос, а действительно ли я этого хочу, да, и принесет ли мне это действительно, там, удовлетворение каких-то потребностей, ну, кроме как низменных, останавливаешься и понимаешь, что нет. И вот была бы эта минута тишины чуть раньше, возможно, и выбор бы жизненный был другой. Плюс, мне кажется, он еще считывает некую матрицу мироздания. Он это умеет 100%, но он в этом какой-то мастер удивительный. И он понимает, что мир начинался с тишины и молчания. То есть вот то, что впервые родилось некое слово, да будет свет, оно выросло из нарастающей тишины и молчания. И тишина нужна в первую очередь для того, чтобы все твое, что мы, опять же, определили в прошлых наших встречах, то, что нужно усвоить, присвоить, оно, чтобы оно обрело вес и обрело некий звук и силу, оно должно вызревать. Вот. Мы живем в эпоху какой-то тотального детского лепета, когда говорится безумно много, и у всего этого затерт смысл. То есть слова ради слов. И только тогда, когда слово созревает в тишине, а мы все-таки люди, люди, как существа словесные, вот, слово начинает обретать некий вес. У нас потихонечку подходит время к концу, и мне бы очень хотелось, чтобы, ну, может быть, топ-3, топ-4, сколько вы посчитаете нужным, цитат Сергея Николаевича Дурылина, вот фразы, которые, может быть, из его мемуаров, может быть, из его произведений, ошеломили. И из-за чего, собственно говоря, возник этот живой интерес к его личности. Ну, я думаю, тут будут, наверное, не какие-то длинные сентенции, высказывания, а, скажем так, словечки, да, которые вот цепляют за душу, когда ты при прочтении текста это видишь. Вот как раз мы сказали о его поисках в десятые годы себя, недавно перечитывал этот момент в тексте, и меня вот этот вот образ матери, материнская ласка, и нам сказали, мудрая нянина зевота, очень именно вот на днях зацепили. Удивительный момент, да? То есть, ну, если так сказать, чистый пофигизм, да, со стороны может казаться. Няне все равно, что он отчитает Нинша и Штирнера. Она вяжет носок. И вот после того, как он уже разочаровывается во всех этих идеалах, он прекрасно понял, что вот эта мудрая нянина зевота и была тем ответом, да, неучительным учительством, которое ему показало, ну, прах и пепел, что ли, да, этих воззрений. Да, самое интересное, что вспоминает он о ней в период 41-го, по-моему, 42-го года. То есть, и удивительно, меня вот эта фраза в мемуарах потрясла, что в ситуациях, в событиях, которые апокалиптичные, которые ужасные, разрушающие, нужно находить в себе мужество на надежду и вспоминать няню, маму, дом, вспоминать то светлое среди всей этой общей разрухи, чтобы не расчеловечиться, возвращаясь к теме Достоевского. Еще, например, если обратиться уже к 20-м годам, это годы ссылки, Челябинской и Томской, и там же происходят активнейшие моменты творчества художественного Дурулина. Создаются его произведения, роман «Хроника колокола», «Сударь кот», рассказы различные. Его, кстати, многие тексты, связанные с критическими высказаниями о русских писателях, мало используются, я считаю, на данный момент могли бы больше. Так вот, есть один из эпизодов, когда в повести «Сударь кот» отец-купец Подшивалов говорит о своей дочери, которая желает связать свою жизнь с одним из недомерков, как бы мы сейчас сказали, которым себя Думарилин называл, француз-стонкорукий. Мальчик, который приставлен в лавке к шелку, на самом деле безродный, он называет вербой гнучей, потому что к роду не пристало, ну, они древесный тип дуба, скажем так, да, а тут какая-то верба гнучая. На что дочь отвечает? А с вербой в церкви стоят? То есть, в общем, такой вот диалог, да, интересный, метафоричный, возникает, тоже в каком-то смысле потрясает. И вообще потом поступок этой девушки, когда ее разлучили с этим человеком, она обещалась Богу и на всю жизнь посвятила себя служению церкви и людям. Она стала монахиней, как раз материне знаменитой. Ох, Екатерина Александровна, так бы слушала, слушала. Разговор-то струится, так же тихо, как и проза Сергея Николаевича, но время неумолимо. И поэтому на сегодня мы тоже заканчиваем. Я, во-первых, благодарю за цикл наших встреч, потому что, мне кажется, они были очень насыщенными и, мне кажется, импульсивно, в том смысле, что дают определенный импульс и читать, и задаваться вопросами. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Я бы очень вам рекомендовал найти прозу или хотя бы мемуары Сергея Николаевича Дурылина и нашей эпохи, которая фонит, в которой очень много шума, может быть, вы нашли бы искомую тишину в его произведениях. Храни всех вас Господь. Ну и напомню, кстати говоря, что больше всего он ценил в своем старце, отце Анатолию Оптинском, что он был весь привет и улыбка, чего вам всем и желаю. До свидания, до скорых встреч. Продолжение следует...